Соком вы меня уже видели, соснопом ячменя тоже, однако с цветами еще нет. Видимо, пришло время. Откуда появилась эта красота, мы расскажем позже, а сейчас скажу лишь то, что сегодня мы вместе с нашей съемочной группой отправимся в Арцгирский район. Это не все сюрпризы. Сегодня в эфире проект «Время – дело». Поехали! Друзья, добрый вечер! Искренне рад вас приветствовать в новом выпуске программы «Время – дело». Сегодня мы, как всегда, расскажем о том, что делают люди ради своих родных поселений. Мы будем говорить о труде и упорстве, о силах и средствах. Попытаемся наглядно показать, как, возможно, сделать жизнь в селе не просто комфортнее, а, возможно, даже и лучше, чем в городе. Об этом уже готова рассказать вам и моя коллега Анжелика Козлова. Анжелика, привет! А где Анжелика? Привет, Влад! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Да, теперь я вот буду с вами не в студии, а всего лишь на протяжении двух выпусков – 8 и 9, потому что там я приготовила для вас замечательные сюжеты из Арцгирского района. А так, на самом деле, прощаюсь с вами, желаю вам удачи и увидимся с вами в двух выпусках. Ну, а, Влад, тебя я передаю в руки своей коллеге, замечательной Марии Гнездиловой, так что помоги ей, пожалуйста, влиться в проект «Время. Дело» и, пожалуйста, не обижай ее. До встречи! Здравствуй, Влад! Привет! Да, теперь над проектом «Время. Дело» вместе с тобой буду работать я. И, как сказала Анжелика, не обижай меня... Не буду. ...и рассказывай, как здесь все устроено. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Мария Гнездилова, и я рада приветствовать вас в моем дебютном выпуске программы «Время. Дело». Мне будет приятно рассказать вам об удивительных, талантливых, активных людях, которые стремятся развивать свою малую родину. Маша, ты знаешь, чем славится на весь Ставропольский край Арцгирский район? Нет, не знаю. Там летом очень-очень жарко, постоянная засуха, борьба за урожай. Немногие растения переживут вот это время года, и именно в каменной балке они просто борются за выживание. Они по всему селу выращивают розы. Вот это, кстати, розы. Именно оттуда. Представляешь? Удивительно. Вот такие инициативные жители. А там успела побывать Анжелика вместе с нашей съемочной группой. Правда, осмотрели они не розарий, но одну из самых масштабных местных инициатив – строительство ультрасовременной спортивной площадки. Смотрим. Северо-восток края продолжает удивлять. Небольшое село Каменная Балка с многонациональным составом в тысячи человек строит счастливое будущее. Причем строит в прямом смысле этого слова. Мы снова здесь наполняемся вдохновением и гордостью. Когда речь идет о реализации местных инициатив, ни в коем случае мы не употребляем слово «последнее». И в данном случае эта инициатива «последнее» не является, но она является крайней. Потому что она реализована в 2015 году. Это спортивная площадка, которая находится напротив школы в селе Каменная Балка. Она оборудована максимально возможными и современными условиями для игры в мини-футбол, баскетбол, ну и всех остальных игр, которые могут придумать дети. Хотя, к слову сказать, она пользуется большой популярностью и у взрослых этого поселения. Современное покрытие, ограда и даже специально созданная подушка под эту площадку, которая не позволяет воде, которая может заливать как-то окрестные дороги, сюда попадать. Все продумано до мелочей. И неудивительно, ведь к 2015 году жители этого поселения серьезно и основательно подходят к решению и реализации своих проектов. Как говорят в администрации села Каменная Балка, что в Арсгирском районе Ставрополья самой главной целью является социальное развитие села, его инфраструктуры. Проще говоря, чтобы хотелось и получалось создавать семьи и растить здесь своих детей. Поддержать социальную сферу с маленьким бюджетом практически невозможно, однако для небольших поселений выход есть. Программы софинансирования, прекрасным примером которой является поддержка местных инициатив. Она нам очень нужна была и теперь она у нас есть. И мы, конечно же, благодаря местным инициативам сделали такую современную спортивную площадку. А вот скажите, вот стульчики этого тоже? Да, это все входит в эту смету расходов, которые запланированы на эту спортивную площадку. Конечно же, поддержка также здесь у нас было софинансирование с АПК «Рассвет», фермерские хозяйства, население, администрация и, конечно же, большое софинансирование из местного, из краевого бюджета. И вот благодаря всем этим усилиям сделана такая современная площадка. Она нам очень необходима, потому что вы знаете, что у детей на селе не так уж много развлечений и куда можно пойти, как в городе. А теперь наши дети заняты и заняты не дворовыми какими-то там играми и развлечениями, а заняты спортом, тем, что они здесь находятся, играют, занимаются спортом. И только дети, и взрослые. Проект комплексной площадки объединил в себе много. Тут можно играть в баскетбол, волейбол, мини-футбол на современном нескользящем покрытии. А те, кто не участвует, добро пожаловать в болельщики, на трибуны, которые тоже предусмотрены. Хотя в селах привыкли к другому, примитивным воротам и обычному полю без ограды и инвентаря. Эта площадка – повод для гордости, совместными усилиями возведенной в каменной балке стоимостью в 2 миллиона 765 тысяч рублей. Такого места в центре и не было, поэтому решили и напротив школы, потому что здесь дети, могут и физкультуру проводить. Открывали площадку 5 ноября 2015-го, красиво, торжественно перерезая красную ленточку. Проект получился очень символичным для каменной балки, как яркое доказательство того, что усилия и желание создать комфортную жизнь в селе преодолеют любые препятствия. Однако это не все инициативы, которые реализовались благодаря совместной работе жителей этого села и краевого Минфина. Говоря о такой инициативе, хочется отметить, что благодаря ей решилось несколько проблем. В прошлом здание бани в обновленном виде приобрело очень хорошее, не только техническое обеспечение, но в общем-то и очень полезную функциональность. Теперь здесь располагается здание пожарной части. Все как положено. Укомплектована по полной программе новая пожарная машина, классы для обучения, ну и собственно целых 10 плюс 1 рабочих мест. Необходимость наличия пожарной части в этом селе даже не стоит подкреплять какими-то аргументами. Благодаря программе софинансирования, заброшенную в подсоветские годы баню, перестроили под нужды огнеборцев. Обеспечили материально-технической базой, набрали и обучили сотрудников. Охват большой, 30 километров, что позволило обеспечить 12 сотрудников постоянной работой. Теперь огнеборцы из Каменной Балки выезжают на все возникающие возгорания, ДТП и происшествия Красного Маныча, Прудового, Родниковского и Новорогулинского. В связи с тем, что мы находимся в крайне засушливой зоне Старопольского края, и у нас очень большой охват, это Арзирский район, который находится в село Каменная Балка, и Туркменский район, поэтому пожарная часть нам нужна просто необходимо. В связи с тем, что у нас уже бывает и с мая месяца начинается пожароопасный период на территории, и у нас очень часто бывает горение и степи, и лесополос, и домовладений, потому что мы находимся в очень засушливой зоне, поэтому пожарная часть нам просто необходима. Работа всегда находится? Работа всегда находится, тем более мы находимся вблизи краевой и федеральной трассы, и очень часто мы выезжаем и на спасательные работы. По итогам конкурса программы поддержки местных инициатив из бюджета на капитальный ремонт пожарной части номер 169 выделили 1 миллион 937 рублей. Благодаря этим средствам, а также средствам спонсоров из местного бюджета удалось заменить кровлю, систему отопления, построить бокс для автомобиля, облагородить прилежащую территорию. Как бы ни было, по словам местных жителей, оно того стоило, особенно когда возникает угроза пожара и жизни людей. А счет идет на секунды. Ну, на самом деле, здорово выглядит, особенно если учесть, что Каменная Балка довольно-таки далеко от краевой столицы. И сразу видно, что жители приложили максимум усилий, чтобы добиться своей цели. Маша, ты куда побежала? Влад, я сегодня в студию пришла не с пустыми руками. Я приготовила для тебя сюрприз. Вот этот вот замечательный торт. У тебя сегодня день рождения, так ли это? Да, ну, ну откуда ты узнала? Влад, я поздравляю тебя с днем рождения. Видишь, у меня дебютный выпуск с тортом. Спасибо. Отметим сразу два праздника. С днем рождения, Влад. Спасибо, Маша, спасибо. И морческих себе успехов. Можно так задуть. Ой, мандем сикем. Спасибо. Перед тебя на столе будет стоять не только роза, но и торт. Прекрасно, Маша. Праздничный выпуск. Праздничный выпуск, спасибо тебе огромное. Праздник просто замечательный, великолепный, спасибо. Маша, а я у тебя хотел спросить, как ты относишься к спортивным праздникам? Ну, знаешь, на самом деле я не могу сказать, что я спортсменка, но отношусь только положительно к олимпиадам, соревнованиям, турнирам. Но зато как болельщик, я тебе хочу сказать, на стадионах я всегда в первых рядах. Вот и прекрасно. Раз уж ты спортсменка, то у меня для тебя тоже есть подарок. Это ты мне торт, да, а я тебе петуха. Петуха? Да, вот петуха. Я его привез, надеюсь, не ошибусь, из самого спортивного района нашего края, это Ипатовского района. Пускай это вас не смущает, потому что именно в Ипатово, то есть в Ипатовском районе проходят всевозможные спортивные соревнования, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. И этот петух будет не только символом года, но и символом активного образа жизни. Да, кстати, я знаю, что у одной иностранной фирмы спортивной одежды как раз логотип красный петух. Прекрасно. А я вернусь к нашей программе «Время дела», и хотелось бы рассказать еще об этом петухе. Я привез его из поселка Савруно лет 60 назад. Там построили спортзал. Это все началось именно с инициативы местных жителей. Они захотели построить спортзал, и они это сделали. На тот момент он был самым современным, но сейчас, в данный момент, он требует ремонта. И поэтому программа местных инициатив пришла им на помощь. О том, как это было, я расскажу в следующем сюжете. Давайте посмотрим. И снова в путь. Мы отправились по населенным пунктам первопроходцев. Проживающие здесь только в этом году почувствуют, что такое программа поддержки местных инициатив. Сегодня мы отправились в поселок с привычным для слуха названием Савруно. Это сокращение пошло еще с нашего советского прошлого, что и означает «советское руно». При въезде сюда нас встретила монументально вот эта глыба Ставропольского ампира. И сразу как-то почувствовался совдеп. Но первое мнение оказалось ошибочным. Заехав в центр, аромат совка ушел в небытие. Чисто, облагороженно, приятно. И как всегда, с любовью нас встретили как местные жители, так и глава поселка. Сразу видно, что свой поселок местные любят. О нашем советском прошлом напоминает не только название поселка, в котором мы сегодня находимся, советское руно, но и вот эта вывеска. Ей уже 35 лет, как и зданию. Они ровесники. Именно ради него собралась инициативная группа здесь и решила, что нужно делать. А что именно, мы узнаем сегодня и сейчас. Зайдя в спортивный зал, я почувствовал себя в детстве. Покрашенные стены в синий советский цвет, железные баскетбольные кольца, даже запах был, как на физкультуре, которая по расписанию была седьмым уроком. В общем, ностальгию я почувствовал. Здесь нас уже ждал глава поселка Советское Руно Александр Васильевич, который рассказал очень интересную историю этого спортивного зала. Александр Васильевич, ну я вот заходя в этот спортзал, вижу в каком плачевном состоянии он находится, но я вижу ваш глаз и что он горит. Вам это важно, правда? Совершенно верно. Почему? Потому что 35 лет назад этот спортзал был введен в эксплуатацию. Возникла необходимость постройки зала в нашем поселке и вот методом народной стройки был построен этот зал. То есть можно сказать, 35 лет тоже была какая-то местная инициатива? Да, совершенно правильно. Вот вы вернулись к тому, что вот сейчас, вот спасибо, хочется сказать, программе местных инициатив, то есть сейчас вот мы, когда задали вопрос в поселке, мы проводили анкетирование, проводили собрание, мы беседовали с людьми, и вот люди, особенно старшего поколения, они вспомнили и сказали, давайте вот мы его все-таки сделаем, сделаем его, сделаем красивым, его сделаем уютным, сделаем этот спортзал современным уже, учитывая наши современные материалы, учитывая нашу жизнь, поэтому давайте его отремонтируем, поэтому мы с удовольствием будем это делать. А почему бы и нет, когда есть стремление, желание и благодаря программе поддержки местных инициатив, возможность. Но ничего этого не было бы без главного – инициативных жителей. Они, поджидая меня на крыльце этого самого спортивного зала, уже были готовы рассказать, почему им необходимо реализовать именно этот проект. Ответ был очень прост. Очень активные у нас жители поселка, особенно мои члены клуба здоровья, поэтому возникла такая необходимость, чтобы сделать ремонт в спортзале, потому что стало не иначе заниматься, потому что тренажеры пришли в негодность. И, наверное, самое главное в данной программе – это то, что к ней хотят возвращаться. А это значит, что она работает. Мы планируем на 2018 год подать заявочку на ремонт Дома культуры. Он тоже находится у нас в аварийном состоянии и требует ремонта, требует замены оснащения. Также вот у нас зал, у нас прекрасные концерты проходят. И у нас есть желание, и мы планируем это осуществить. Как сказали местные жители, для них одно из главных – это спорт и здоровье. И, видя их горящий глаз, их инициативу, я уверен, что любые трудности в развитии своего родного населенного пункта, «Советское РУНО» они одолеют без проблем. Скажу честно, мне интересно узнать, много ли этапов надо пройти, чтобы реализовать подобное. Насколько сложен путь от идеи до ее воплощения. Маша, абсолютно с тобой согласен. Вопрос интересный и правильный. И сегодня нам особенно повезло, так как у нас есть человек, который в подробностях знает ответ именно на этот вопрос. И мы приглашаем в студию начальника отдела инициативного бюджетирования Министерства финансов Ставропольского края Сергея Юрьевича Арестова. Здравствуйте, Сергей Юрьевич, мы приглашаем вас к нам в студию. Спасибо, что вы к нам пришли. Добрый вечер. Присаживайтесь. Присаживайтесь. У меня к вам вопрос. Судя по вашей должности, вы именно даете деньги на инициативные проекты, которые реализуются по программе местных инициатив. Я правильно понимаю? Ну, не совсем так. Денежные средства выделяются из краевого бюджета на реализацию этих проектов. А наш отдел занимается как раз-таки подготовкой к конкурсному отбору, консультированием муниципальных образований, ну и граждан по желанию. И развитием, в принципе, инициативного бюджетирования в нашем крае. Понятно. Хорошо. Ну, расскажите тогда, как происходит эта программа, с чего начать, чем закончить и как это все в процессе происходит. Ну, начинать лучше всего с инициативы. Согласен, абсолютно. Лучше всего собрать граждан, определиться с проектом, что нужно для поселения, что необходимо в данный момент, и что будет, самое главное, использоваться в будущем, чтобы это не было так, что построили и стоит никому не нужно. Для этого главы муниципальных образований и администрация села проводят, на самом деле, очень кропотливый труд. Для того, чтобы подать заявку на конкурсный отбор, они сначала изучают общественное мнение, изучают, что нужно, в каких объемах. Потом проводят собрания граждан, на которых определяется итоговый проект реализации, и начинается подготовка к конкурсному отбору. Подготовка документов, расчет сметы, и определяются источники финансирования, так как не только край и местный бюджет вкладывают в реализацию проекта, также там участвуют население и индивидуальные предприниматели организации, просто все в разных объемах. Да, мне кажется, особенно важно, что узнается мнение людей, массы, потому что без этого никак, мне кажется, в таких ситуациях. Для этого, собственно, и создана эта программа, для этого она реализуется, чтобы люди сами на местах определяли, что им важно для них в данный момент, и могли это использовать в дальнейшем. А вот у меня вопрос, я хочу вернуться к вашему ответу. Вы сказали, чтобы эти проекты не пустовали после их реализации. А на вашей практике есть такие проекты? Ну вот, в том-то и дело, что таких проектов нет, так как эта инициатива идет от граждан. То есть я имел в виду, что есть такие проекты, объекты в каждом населенном пункте, где администрация решила что-то необходимое сделать. Но по факту людям это было не нужно. Но в этом и смысл инициативных людей. Это характер уже, наверное, такой. Если людям что-то нужно, они этого добиваются. Совершенно верно. Может быть, вы расскажете нам какую-то точную схему? Есть какая-то точная? Наглядно покажете. Да, конечно, схема есть. Я принес презентацию для сегодняшних съемок. И можно будет ее посмотреть, я более подробно расскажу. Давайте посмотрим ее вместе. На данной презентации представлены документы, необходимые для участия в конкурсном отборе. Их на самом деле не так много. Есть обязательные документы, которые необходимы. Есть документы, которые, скажем так, усиливают эффект. Ну, первоочередное, это заявка на участие в конкурсном отборе. Это обязательный документ. Также к обязательным документам относится проект, где описана подробно вся информация о том, что это за проект будет реализован, на каком месте, сколько денежных средств на это потребуется. Также к обязательным документам относится гарантийное письмо главы администрации, в котором содержится информация о том, что муниципальное образование готово софинансировать данный проект. И пошли документы, которые относятся уже к категории дополнительной, которые могут повлиять лишь на количество баллов. Это фото собрания граждан, которое подтверждает, что было собрание граждан. Протокол собрания граждан, в котором полностью все подробно описано, за какие проекты голосовали, сколько голосов набрал тот или иной проект. Также список граждан, которые изъявили желание софинансировать проект, вложиться рублем. И список граждан, которые готовы помочь безвозмездно личным трудом, поставкой каких-то материалов или услуг и так далее. Гарантийные письма индивидуальных предпринимателей и организаций, также которые готовы софинансировать проект, либо оказать какую-то безвозмездную помощь в виде материалов, ремонтных работ, технику предоставить. Ну и еще один обязательный документ, который подтверждает, собственно, стоимость работ, это локальный сметный расчет. Смета того проекта, который будет реализован. Ну и также можно прикладывать иные документы, ссылки в соцсетях для подтверждения того, что это было действительно изучение общественного мнения и что эта инициатива была именно от народа. Ну, я не знаю, у меня все понятно, Маш, как тебе? Предельно понятно. Я думаю, нам надо взять заявку, проект, фото нашего сбора и сделать какой-нибудь проект. Пример, что-нибудь на нашем телеканале. Но ведь мы этого же не можем сделать, правильно? Вот мы вдвоем сидим сейчас в студии. И наверняка есть какие-то направления, критерии, да? Куда можно направить свои силы. Я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Список их ограничен. И я хотел бы рассказать вам как раз вот об этом. Вот направления реализации. Давайте о них поговорим. Все эти направления, взятые из 131-го федерального закона, они относятся к полномочиям органов местного самоуправления. И их здесь представлено 9. Один из самых важных для жизнеобеспечения, скажем так, населения, это является организация электротепловвода и газоснабжения населения муниципального образования. Организация благоустройства территорий, это второй момент, который можно реализовать. Здесь также можно освещение улиц, озеленение территорий и устройство пешеходных дорожек и тротуаров. Также можно реализовать проект, связанный с культурным и... Я так понимаю, школьного массового спорта, да? Не только школьного, я так понимаю, просто какие-то спортивные площадки, да? Не только школьного, да. Спортивные сооружения, спортивные площадки, стадионы. Это, как говорили, у нас в программе сегодня. Да. И создание условий для массового отдыха жителей и организации благоустройства мест массового отдыха населения. Скверы, парки и так далее. Еще одним немаловажным критерием может быть организация сбора, транспортировки и утилизации бытовых отходов. Что в год экологии особенно важно. Конечно, да. В год экологии, конечно. Кроме того, у нас есть проект, который в этом году будет реализован как раз-таки вот в этом направлении. Это первый проект, который в этом направлении реализуется. Также создание условий для обеспечения бытового обслуживания населения, бани, парикмахерские, общественные. Обеспечение первичных мер. Слушайте телезрители, бани можно обустроить. А общественные бани, которые находятся во введении муниципального образования. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Здесь классический ремонт в здании пожарного депо, либо переоборудование ветхого заброшенного здания под пожарное депо. Дорожная деятельность в отношении дорог, которые находятся в границе населенного пункта, то есть текущий ремонт. И также содержание мест захоронения. Хочу обратить внимание на то, что все эти направления возможны только в качестве текущего ремонта, либо обустройства создания новых объектов. Так как эти проекты задуманы реализовать в течение одного календарного года, чтобы люди видели действительно, что это работает, что это быстро реализуемо. Проекты по строительству и реконструкции зданий, а также по приобретению объектов недвижимого имущества были исключены из этой программы, чтобы не затягивать долгострой. Ну, мне все понятно. Тебе тоже, Маша? Конечно. Ты уже входишь в курс дела? Я уже как будто всегда. Ну, судя по схеме, мы, в принципе, были, мы уже видели очень много таких инициатив. Вот для меня было интересным обеспечение жителей услугами бытового обслуживания. Это очень интересно, я надеюсь... А дороги? Как же это здорово? Дороги, нет, дороги мы уже видели. Я имею в виду то, что мы еще не видели. Спасибо большое, Сергей Юрьевич, что пришли к нам в программу. Очень было приятно с вами пообщаться. Ждем вас снова. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. С удовольствием ждем. До встречи. До свидания. До свидания. Мы очень надеемся, что вам понравился наш спортивный выпуск. И рассказ нашего гостя о том, как эта программа работает. Вот именно в этой программе не хочется с вами прощаться. И мы вас уверяем, что мы еще будем показывать населенные пункты Ставарпольского окраина. Нам есть что рассказать. И главное, показать. Своё ТВ. Время – дело. Мария Гнездилова. Влад Таранов. До скорых встреч. Увидимся. А мы пошли есть торт. А мы пошли есть торт. Ну, мы, да. А мы, да. Редактор субтитров. Корректор А. Кулакова Продолжение следует...